Как удержаться на плаву небольшому сельхозпредприятию среди серьезных конкурентов в борьбе за свое место на прилавках крупной торговой сети? Нужно знать свои права, а в случае их нарушения немедленно обращаться в УФАС. Все это подробно расписано в федеральном законе о регулировании торговой деятельности, вступившем в силу 1 февраля 2010 года. Сетевики в юридических аспектах, как правило, подкованы, чего не скажешь о большинстве наших аграриев. Устранить пробелы в знаниях сегодня попытались в правительстве региона. Там состоялся обучающий семинар. Закон действует уже четвертый год, а жалоб, говорят, в областном УФАС поступает мало. Причина кроется не в абсолютном взаимопонимании. Просто многие сельхозпроизводители не знают своих прав и обязанностей или попросту боятся. Между тем, если претензии к сетевику обоснованы, его можно привлечь к ответственности. Так информация об условиях отбора сельхозпроизводителей должна находиться в общем доступе. А товары с ограниченным сроком годности торговая сеть обязана оплатить не позднее его окончания. Отчет идет со дня приемки. Штрафы здесь немалые – от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей. Вот только действовать нужно быстро. Заявить о нарушениях или чрезмерных требованиях необходимо в течение двух месяцев. Требования не должны носить дискриминационный характер. Они не должны создавать преимущества кому-то. Они должны быть направлены на развитие конкуренции, на развитие малого и среднего бизнеса. В Бурманскую область сетевики пришли чуть позже, чем в большинство регионов, но развернулись быстро. Скоро конкуренцию «Акею» и «Магниту» составит «Лента», а затем и еще одна крупная компания, названия которой в правительстве пока не говорят. Цель – прийти к мировой практике. В Европе магазинов на пальцах можно пересчесть их количество. Нет таких магазинов, к которым мы привыкли, как шаговой доступности. У них это только хлеб, какие-то мясные лавки, то есть очень ограниченный круг. А в основном это 3-4-5 крупных сетевых федеральных компаний, которые поставляют продукцию на столы. Скорее всего, через какое-то время мы придем именно к этому. Поэтому перестраиваться нужно сейчас. Объемы поставки, ценовой диапазон, система возвратов. Крупные сетевые компании готовы брать продукцию наших аграриев, но строго по своим условиям. Главное, чтобы отношение ко всем сельхозпроизводителям было объективным.